гурец перечный это растение от 30 до 90 сантиметров высотой очень любит берега рек берега ручьев болот как можно ближе к воде но не в самой воде а именно на берегу это растение относится к типично русским растениям почему так дело в том что это растение больше всего и чаще всего применялась именно в россии мало того впервые научные исследования водяного перца были проведены в россии в начале 20 века именно тогда было отмечено что это растение обладает свойствами усиливать свертываемость крови позже исследователи продолжавшие изучение этого растения стали получать совершенно противоречивые данные некоторые ученые обнаружили у водяного перца антисвертывающий эффект позже выяснилось что действие этого растения зависит от двух факторов первый фактор срок хранения чем дольше хранится трава тем слабее свертывающий эффект второй фактор это сочетание с другими растениями и вот зависимости от того с какими травами в сборах смешивается водяной перец можно получить как свертывающий так и противоположный антисвертывающий эффект когда необходимо получить свертывающий эффект рекомендуется применять водяной перец еще какой-нибудь свертывающей травой например копьевой а если наоборот разжижающий кровь то лучше смешать с листом малины обладая свертывающим эффектом эта трава никак не влияет на вязкость крови кроме того ее прием почти никогда не приводит к тромбозу состав горца перечного входят все жирорастворимые витамины это каротин провитамина витамин d витамин е витамин к кроме того состав этой травы входит ряд микроэлементов один из этих микроэлементов селен участвует в иммунных реакциях отсюда понятно хорошее противоспалительное действие водяного перца состав травы входит бром отсюда понятно успокаивающее действие этого растения кроме того состав водяного перца входят соли серебра с этими солями отчасти связаны антисептические свойства водяного перца кроме того в растение входят три микроэлемента это цинк медь и кобальт все эти три микроэлемента используются в процессе кровотворения наиболее часто он использовался при маточных кровотечениях после родов после абортов при нарушении менструального цикла растение может применяться при любых кровотечениях при язвенной болезни желудка при носовых кровотечениях при легочных кровотечениях и даже при туберкулезе с кровохарканью поскольку трава обладает обезболивающим действием это растение естественно применялось при болях например при зубной боли при боли от ушиба в этом случае растение применялось наружно из покой веков это растение применялось вместо горчицы при изготовлении горчичников мелко мелится трава и ровным слоем наносится на лист бумаги а потом прикладывается к телу